Вчера в полдень все аварийно-спасательные службы организации города получили уведомления от Гродно-Облгидромета о приближающейся буре. Сильный ливень, гроза и шквалистый ветер обрушились на наш город уже в конце рабочего дня. Своевременно было получено это предупреждение. Ввиду этого были все переведены на усиленный вариант. Мы готовились и действительно в 16 часов подтвердилось выпадение сильного ливня. 20 минут после начала дождя на пуль дежурной части стали поступать звонки горожан. Помощь спасателей понадобилась жителям четырех частных домов, подвалы которых за считанные минуты наполнились водой. Для ликвидации последствий непогоды был задействован на шесть боевых машин МЧС и 31 единица техники жилищно-коммунального хозяйства. Откачка воды понадобилась и на общественных объектах. Пострадало семь общественных объектов. Из них, где мы оказывали помощь, это кардиологический диспансер, где был затоплен подвал и нами оказывалась помощь по ликвидации воды, музей на Тезенгаузе, картинная галерея, также детский садик по улице Ольги Соломовой, где ливневая канализация прорвала, также выезжали и оказывали помощь. Пострадавших в результате ливня в нашем городе нет, хотя ситуация складывалась не самым благоприятным образом. Три дерева упало на проезжую часть, два – на жилые дома. А около 18.00 в МЧС позвонила Гродненко и сообщила, что на фолише размыло фундамент гаража. При выезде было установлено, что самовольно установленные гаражи в районе реки Лососянка произошел подмыв одного из гаража, и он свист над обрывом. Какой-либо угрозы людям в этой ситуации не было. В интернете Гродницы выкладывают огромное количество фотографий, запечатлевших разгул стихии. Появилась информация о том, что ливень подмыл опоры Румлевского моста. Однако в МЧС эту информацию опровергли. Никаких серьезных разрушений, дорожных покрытий, мостов, путепроводов, либо падений опор линий электропередач в городе Гродно отмечено не было. Чрезвычайных ситуаций, локального характера, либо в целом местного в городе Гродно не зарегистрировано. Интернет-порталы сообщили, что из-за огромного количества воды было размыто дорожное полотно, и машины буквально уходили под землю. У нас информация только об одной машине. Это небольшой был промыв дороги по улице Репина к съезду к жилому дому номер 23, где девушка проезжала. Там накануне проводились ремонтные работы и размыла дорогу. В результате машина попала в эту яму. Помощь спасателей, либо аварийных служб не понадобилось, и оказали помощь населению. Работники ЖКХ 43 раза привлекались для ликвидации последствий ливня, в том числе 9 выездов на подтопление дворов, 4 жилых домов и 5 на подтопление подъездов. Пока власти посчитывают ущерб, нанесенный вчерашним дождем, аварийные службы готовятся к очередному разгулу стихии. Синоптики прогнозируют сохранение жаркой погоды с дождями и грозами. При получении информации об ухудшении погоды, сильных линий, грозах, находиться дома желательно не прогуливаться. После грозы не подходить к вывескам, к каким-то рекламным щитам, которые на ветре колышутся. Также не подходить к купавшим деревьям, к купавшим электропроводам. Перед грозой ни в коем случае не ставить свои легковые автомобили под деревьями. Кроме этого, во время грозы не следует разговаривать по мобильному телефону, приближаться к линиям электропередач. Не забудьте закрыть окна и убрать с балкона вещи, которые может снести ветром. Если непогода застала вас на улице, лучше всего укрыться в ближайшем здании и переждать. Юлия Броско, Максим Базиленко, Новости, Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова